Итак, всем привет, с вами Добка, мы продолжаем играть за Республику Китай, теперь объединенную, точно под одной идеологией, под одним правителем, и мы начинаем последние территории наши возвращать и досвобождать Азию. Так что поехали, а вы еще, если вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А вот и Трансамур пал, отсюда мы хотели бы в идеале забрать Владивосток, но по ощущению, да, это все невозможно. В общем-то, самая главная цель здесь была, освободить этот фронт у России и позволить ей больше войск переправить на запад. В принципе, вроде как мы этого достигли, Германия истощена до невозможного, России еще люди есть. В принципе, здесь все истощены, кроме, конечно же, нас, у нас в армии только добровольцы, очевидно, только добровольцев мы набираем, потому что армия огромная, добровольца хватает, все готовы сражаться за нашу прекрасную идею. Кстати, о нашей идее, мы готовы освобождать Афганистан, соответственно, ну, конечно же, сразу и делаем это. При этом наша выставка вот здесь, так что отправляемся. А этот флот пока что можно дочинить, у него еще некоторые повреждения имеются. Нам все-таки, скорее всего, сражаться с американским флотом. Выставки достаточно простые, потому что сопротивление, ну, эффективно говоря, филиппинцы нам оказать не могут, наша армия слишком хороша. Поэтому мы без проблем берем все поставленные для выставки точки. Ну, и американцы тут тоже еще высадились, хотят они украсть наши филиппины, но нет, нет. Поздно американцы, мы успели, хотя, судя по всему, часть мы все-таки отдадим, но постараюсь не отдать ничего, конечно. И, нет, слушайте, никто ни на что предназначение отправить не смог. Филиппины мы успешно себе получили. Можем мы теперь здесь начать строить все радары, я здесь сейчас жестко застраиваюсь ими. Нужно, потому что будет, вот, конечно же, угроз каких-то защищаться этими радарами. Ну, и что же, давайте, немецкие и португальские территории теперь будут нашими. Ну, и там параллельно мы освободили Афганистан. Тоже прекрасно. И так же готовим выстки вот по всем этим территориям. Наши ребята здесь сейчас будут отплывать. И заодно я их, наверное, бы чуть-чуть дообучал, чтобы у них всех был баф при выстке. И смотрите-ка, Португалия сдается. И Германия тоже сдается. Прекрасно, даже не пришлось воевать за эти территории, они просто поняли, что не могут их защищать. И у нас остаются лишь претензии вот к вот этим вот ребятам, которые здесь, да, пытаются что-то там колонизировать. Мы должны освободить их и дать их народам самоопределение. Все Индонезии, Австралии. Ну, и можно где-нибудь, куда-нибудь еще на Ближний Восток немножко самоопределение закинуть, посмотрим. Так что давайте начинаем. Они нам отдали территорию, прекрасно, но с вот этими вот ребятами их надо освобождать. Так, единственное, вот этих ребят там мы не отправляем вот так, а остальные все могут свободно нападать. И у нас багнулась, багнулась фейна, так что надо передойти. И вот оно, мы заодно теперь видим, сколько там понесли потерь немцы от России и просто 12 миллионов. А от Бельгии 3,3. Они все еще не взяли Бельгию. Ебать, этим ребятам можно поставить памятник. Потому что, я думаю, там немала часть немецкой армии. Тут еще американские советники у них, но насоветовали, как говорится. 12 миллионов немцев мертво. И при этом мертво всего 4 миллиона россиян. Это весьма, весьма хорошие цифры для России, я бы сказал. Шикарные. Я вам говорю, скоро они перейдут в контрнаступление. Тут как бы скоро буквально закончатся люди. Еще есть, конечно, плюс один. Еще можно повысить все еще. Но это, как говорится, смерть. Тут такие дебафы, что будет смерть. Не то, чтобы Германия была сильно живой. Но без особых проблем мы здесь пушим их. Авиация наша помогает. Уже автоматически там она определяется. Здесь американцы пытаются удержать какие-то города. Но нет, ребята, из Вьетнама вам пора ливать. Как бы исторический опыт. А вот и Азия немецкая капитулировала. В течение всего у них остались острова. Давайте сделаем, пожалуй, вот так вот. Чтобы мы могли высадиться и пойдем высаживаться как раз. Американцы теряют свой флот в таких небольших мелких битвах. Генеральных сражений у нас пока так и нет. Но, я думаю, так или иначе они истощат свой флот. А мы только увеличиваем. А, нет, слушайте, я нашел. У нас тут было небольшое генеральное сражение. Из которого американский флот не вышел. Ну, смотрите-ка, Германия задается. Я приму их в мир. Если они нам все передадут. А они нам все здесь передают. Единственное, я хотел бы забрать вот эти вот страны. Они, к сожалению... А, они в Антанте, да? Окей, это немножко другое. Тогда можем пойти за этими странами тоже. Итак, одни колонизаторы выгнаны полностью. Теперь очередь Антанты. Сейчас мы подготовим боевые планы для них. О, смотрите-ка, мы собираем Папа Новогиме. И у них там какой-то, собственно, парламент происходит. Какой-то прям отдельный ивентик про них. Забавно. Ну, окей. И мы захватываем себе Сингапур. Я все еще оставил его под нами, чтобы у нас была хорошая морская база. Приятно, приятно. Кстати говоря, есть еще один забавный моментик, который надо понимать. Вот эти немцы импортируют ретину из инсулиндии в Бразилии. И там ноль ретин. То есть, я так понимаю, Россия их полностью задушила на море. Или кто-то еще, я не знаю кто. Вообще вряд ли Россия. Но, видите, ноль. Это значит, что у них реальные проблемы. И у них топлива тоже, видите, они импортируют, но не хватает. И большая часть топлива приходит из Ирана. Будет очень жалко, если Иран внезапно перестанет экспортировать какое-либо топливо. А мы не экспортируем ничего. Так что из нас это топливо немцы получить точно не смогут. А также через год у нас будут первые ядерные бомбы. Ну, конечно, перед этим стоит построить ядерный реактор, чтобы, в общем-то, эти бомбы производились. Но скоро Китай будет властвовать над атомом. Ну и что, наша здесь выставка готова. Мы здесь готовы. Единственное, я там где-то чуть-чуть не хватало преимущества. Переместим, наверное, наш флот отсюда куда-нибудь, вот сюда поближе. И будем готовы полностью. Ну и да, судя по всему, теперь везде зеленые все. Мы готовы. Этот парень тоже... Так, у нас... Мы где-то в Иране потеряли две дивизии. Это наши танки, они супер хорошие. Современные танки мы производим. Пускай танки закончат начатое в Иране. А мы едем освобождать Инсулиндию. От их абсолютно недружественного к рабочим правительствам. И насколько нам не удается взять, если говоря, Австралазию. Хотя какие-то порты все-таки, наверное, падут. Вот, если нам достаточно поведет. Ну, вроде как, да, этот мы должны пробить. В принципе, меня это, я думаю, более чем устроит. Но также мы отправляемся вот здесь вот, также в Инсулиндию. Но в Инсулиндии все намного попроще. Просто потому, что здесь войска похуже, их поменьше. В Новозеландии вообще проблем нету. Обе высадки успешны. Давайте же сделаем здесь приказы. Пускайте, ребята, начинаю здесь все красить. На юге тоже мы отскочили. Здесь неплохие гарнизоны. Хотя вот здесь, кстати говоря, как будто мы все-таки пробьемся. Бреши найдены. Одна армия сейчас поедет на север. А эта, я думаю, вся будет переправлена вот сюда. Кроме, конечно, вот этих войск, которые должны еще сначала заплатить полностью Новую Зеландию. А вот и Инсулиндия пала. В принципе, недолго она сопротивлялась. Остается лишь взять Австралию. И я думаю, там будет желание перемирия уже у Германии. Не думаю, точнее у Антанты, у Британии получается. Не думаю, что они будут продолжать сражаться из-за таких далеких территорий. Ой, я перехватываю множество конвоев. Скорее всего, это дивизии именно французские. Ну, я так предполагаю, по крайней мере. И я вам скажу, Бельгия нереальный гигачат. Посмотрите на это. 1,7 здесь, 1,3 здесь. Тут тоже всякие потери. И помните, еще у немцев 3 миллиона. Это реально европейский гигачат. Ну, вот на что-таки переходит наступление. Здесь все прекрасно, да. Эти танки уже не будут остановлены никем. Иран будет взят. А вот и как Австралия, кстати говоря, здесь я начал идти слишком далеко и обратил внимание. И мы уже воюем, Полин, в Египте. Этого в наших планах не было. Я надеюсь, что скоро они сдадутся. Иран, так сказать говоря, так и сделал. Ну, смотрите-ка, ребята, все-таки решили сдаться, когда мы добили уже их всей территории. Давайте-ка попробуем замириться. В принципе, мне ничего, кроме Азии, здесь и не интересно. С кем мы еще воюем? А сейчас будет... Окей, я понял. Верны договоры с территориями этими. Отлично. Азия освобождена. Отлично. Измирить, у нас есть вот такой вот интересный фокус. Мол, все территории, если мы сделаем наши идеологии, то мы получим себе огромный баф. Конечно, в данный момент этот баф уже будет слишком, хотя 10% атаки это очень сильно, конечно, еще сверху наших бафов. Вы помните, там было 800. Мы это еще раз умножим, будет вообще безумие. Но я, честно говоря, не очень уверен, а что еще нам надо? То есть у нас есть вариант с Америкой повоевать. Но мне кажется, ну, эта война все-таки будет с Рейхспактом всем. Я думаю, что на этом примерно мы можем закончить. И так понятно, что мы в принципе любую страну можем победить. Наш флот просто неуязвим. Мы уже потопили, можно сказать, флоты почти что всех стран. Тех стран, которые мы не потопили. Они и так были, как бы, кильжевые. Вот наша куча легких рейсеров. Армия лучшая в мире. Флот лучший в мире. Авиация лучшая в мире. Атом подходит. На этом, я думаю, наш Китай, в принципе, завершил свою миссию в этом мире. Вся Азия теперь свободна. Мы, наверное, так мир и оставим. Будет война между Германией и Россией, которая, возможно, закончится каким-то белым миром, так как обе страны источены. А может, Россия все-таки доведет дело до конца. Скорее всего, в этом предсостоянии будем поддерживать, очевидно, Россию, потому что, в принципе, у нас с ними каких-то конфликтов не было. Территория у нас вроде как распределена нормальная. И у нас даже были общие враги. Но посмотрим. Всегда Китай будет смотреть только на китайские интересы в первую очередь. Ну а с вами был ДПГ. Обязательно посмотрите на кнопку подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, движите в город в гости. Все как обычно и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok